Вы слушаете Радио России, Радио Дон Терр. Ваших интересах. Добрый день, у микрофона Анна Ивашенко, за режиссёрским пультом Людмила Чаус, инженер эфира Анна Топоркова. Сегодня в программе рубрика «На посту». В ней вас ждёт встреча с руководителем общественной организации «Ростов без наркотиков» Станиславом Горяиновым. Звоните, присоединяйтесь к разговору, задавайте вопросы. Наш телефон 2-441-541. И прогноз погоды завершит час. Реклама. Праздник мёда для народа. Ярмарка мёда. Угощайтесь и выбирайте. Мёд Горноалтайский, Киргизский, Дальневосточный, Пашкевский. Всероссийская ярмарка мёда. Ростов. В нашей студии Станислав Горяинов, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков». Добрый день, Станислав. Здравствуйте. Сразу назову номер телефона 2-441-541. Звоните, задавайте вопросы, присоединяйтесь к разговору. Станислав, Ростов без наркотиков – это уже явь или пока ещё мечта? Насколько много ростовчан, к сожалению, страдающих этой болезнью? Ну, мы боремся за то, чтобы это всё-таки стало явью. Но на данный момент пока это мечта, потому что сейчас, как сказать, наркомафия, она прогрессирует, становится всё умнее и умнее, продвинутее, можно так сказать. И сейчас всё это можно покупать через интернет, через скайпы, через Яндекс.Деньги. И, в принципе, уже торговцы наркотиками, как мы их называем, барыги, уже даже и не нужны в большинстве своём случаях, потому что всё продаётся через интернет. То есть, усложнилось? Усложнилось. Усложнилось эта ситуация, и мы разговаривали с сотрудниками наркополиции, и они говорят, очень сложно выявить, потому что берут, допустим, есть симки или на умерших людей уже, которых нету, или бездомных, там, бомжей, это всё на этих людей, всё эти сим-карты заключают. Ну, с появлением высоких технологий всё усложняется. Но дело в том, что задача госнаркоконтроля бороться именно с поставщиками, с крупными партиями наркотиков, пресекать их поставки. Вы, несмотря на то, что и этим тоже занимаетесь, но всё-таки основа вашей деятельности заключается в другом. Вы помогаете каждому человеку, который этого хочет, избавиться от наркозависимости. Как известно, существует много способов реабилитации наркозависимых людей. Какой у вас? Ну, мы считаем, что самый главный способ нашей реабилитации – это воцерковление. Это когда люди приходят в храм, получают благословение священников, они начинают изучать священное писание, предание старцев, и воцерковляясь, и также находясь в распорядке дня, бросая курить, употреблять наркотики, это им помогает становиться другими людьми. И все многие уже и врачи, и многие люди говорят о том, что наркомания – это душевная болезнь, болезнь души, и поэтому всякими медицинскими препаратами, да, это помогает снять ломку, ещё какие-то ситуации, вылечить тело, но душу можно лечить только с помощью русско-православной церкви. И это самый главный у нас, ну, такой вот способ, и благодаря нашему духовнику, Паратарею Иоанновску, который беседует, общается, разговаривает, который даже вот в субботу-воскресенье, когда проходят службы, в воскресенье он специально готовит службу, зная, что будут ребята и девчата там в храме, и он для них готовит специальные проповеди, которые вот говорят простым языком, не на церковном, там, на славянском языке, а на русском языке, и ребята, девчата всё это понимают, что-то обращаются к ним, и это им очень помогает. Станислав, но дело в том, что за один день не станешь верующим человеком, это тоже определённый путь надо пройти. Это очень большой путь, и, допустим, мы рекомендуем как минимум, чтобы человек год находился именно вот в православных реабилитационных центрах. Это то время, когда человек, если можно так сказать, наркомана, если, ну, назвать как бы человека, который в минусе находится, который, ну, потерял, допустим, работу в большинстве своём, там, здоровье у него уже плохое, ну, этого человека можно назвать в минусе. И наша задача за этот год мы из минуса человека возвращаем в ноль, в состояние того, вот до того момента, как он начал употреблять. А уже после года у нас есть люди, которые остаются и год, и два, и три, это люди, которые уже начинают работать над собой, и становятся кто-то единичкой, кто-то двоечкой, кто-то троечкой, как вот мы показываем в примере, это наш основатель Николай Новопашин, который был человеком в проблеме, а на данный момент является депутатом Ставропольской краевой думы. И, ну, известен уже не только там в России даже, ну, а вот в Америке, потому что он является членом рабочей, ну, рабочей русско-американской группы, которая именно вот сейчас разрабатывает многие ситуации для того, чтобы, ну, бороться вот с наркозависимыми людьми. Я напоминаю, в нашей студии Станислав Горяйнов, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков». Работает наш телефон 2441-541. Слушаем звонок. Здравствуйте. Добрый день, мое имя Николай Николаевич. Добрый день. Уважаемый Станислав. Здравствуйте. Дело в том, что профессионалы, психологи и психиатры говорят, этим делом должны быть заниматься только профессионалы. Церковь к этому отношению никакого не имеет. Тем более, что недавний наш начальник Министерства внутренних дел имел церковь внутри и домолился, пока должности лишился. Спасибо. Я хочу вам ответить на этот вопрос. И знаете, недавно вот ваши профессионалы, которые в Новочеркасском наркодиспансере работали, и вот эти профессионалы, знаете, очень страшное дело делали. Они у наркоманов и алкоголиков отбирали квартиры, они вывозили их специально, накалывали всякими препаратами. Это уже всем известно, это было и по телевидению. Станислав, но я бы не судила об профессии в целом. Ну, я не служу, но просто вот такая ситуация тоже профессионал. Дело в том, что ведь и вы не будете отрицать помощь на первых порах, необходимейшая помощь медиков. Медиков, когда у человека, вот как вы говорите, ломка идёт, но там без медицины не обойдёшься, потому что это физическое состояние человека. Я согласен, в большинстве своём людей, которые к нам попадают, они проходят наркодиспансеры, из них снимается вот это вот состояние абстиненции, и уже к нам они попадают и получают именно духовную реабилитацию, именно воцерковление, где с ними просто беседуют, общаются, разговаривают, где им показывают личным примером, что можно жить без наркотиков, что можно получать образование. Допустим, я сейчас на данный момент получил высшее образование и являюсь преподавателем психологии. Если надо, я пойду и психиатрию учиться, ну, без вопросов, пожалуйста, если это надо. Но в большинстве своём случае, когда мы работаем с людьми, вот сотни ребят, сотни девчат сейчас прошли именно реабилитацию, именно воцерковление, и священник для них тоже как вот, ну, путеводитель, и указывает путь, и они становятся на ноги, и всё у них получается. Вот сейчас, допустим, было две свадьбы у нас в июне и в июле. За ребят вышли замуж ростовчанки, которые никогда в жизни не курили, не пили, не употребляли наркотики, очень нормальные люди. И это говорит о том, что те ребята, которые, попав на реабилитацию, прошли воцерковление, реабилитацию, стали на ноги, и девушки их увидели. И увидели в них не наркоманов, не алкоголиков, там, не уголовников, а нормальных людей, за которых они вышли замуж. Станислав, Ростов без наркотиков, общественная организация, только ли ростовчане или только ли жители области попадают к вам в реабилитационный центр? Нет, у нас география обширна, и есть и Москва, Санкт-Петербург, и с Украины есть люди приезжают. И даже вот недавно был человек, который приехал к нам именно на месяц, ну, так получилось, просто он больше его не пустили из Греции, у него просто по документам так не получилось. И он тоже вот встал на ноги и уехал. Означает ли это, что у вас процент излечившихся достаточно высок? Ну, я бы не сказал, что такой процент, он очень высок, потому что те люди, которые год и больше у нас находятся, да, они становятся на ноги. Но есть люди, которые в большинстве, в своём случае, конечно, получается так, что они, ну, как сказать, кто-то месяц, кто-то два месяца, кто-то три месяца, они не выдерживают и возвращаются обратно. Или наоборот, считают, что там месяц им хватит для того, чтобы они уже встали на ноги, допустим, что всё у них получится. А возвращаясь в старую ситуацию, к старым друзьям, к старым знакомым, где в большинстве в своём случае тоже люди наркозависимы, и там они уже сил у них, ну, как, не хватает, чтобы они бросили заново, они опять начинают. Но зато потом, когда возвращаются такие люди, которые уже попробовали, знаете, и у нас, и опять попробовали свои силы дома, у них есть, как бы, ситуация сравнить, что, как и где лучше. Вот те люди, которые возвращаются к нам по второму разу, ну, я скажу, это лучшие даже волонтёры, чем те, которые сразу, с первого раза бросили. Ну, как бы, плохо, конечно, их сравнивать, но это люди, которые, вот, они понимают, что им пока уходить... Ну, то есть, получается, чем сложнее путь, тем значим и успех? Ну, да, даже так. Я напоминаю нашей студии Станислав Горяинов, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков». Работает наш телефон 2441541. Звоните, присоединяйтесь к разговору. Ну, Станислав, а только ли беседы с православными священниками и само пребывание в православных храмах входит в программу реабилитации? Есть ли у вас какие-то определённые программы, ну, как вот трудотерапия, что-то ещё? Потому что, действительно, вы правы, в одиночку справиться с этой бедой практически невозможно, ну, или очень тяжело. Здесь нужна команда единомышленников. Но ведь это единомыслие нужно подкреплять ещё чем-то? Да, конечно, я с вами полностью согласен. И у нас есть такая программа реабилитации, и она в 2009 году заняла третье место по России. Конкурс ФСКН был «Голос сердца». И мы не просто заняли место, мы ещё даже получили такой призовой фонд 150 тысяч рублей, который нам помог тоже, ну, так сказать, продержаться на плаву до этой ситуации. Так что у нас программа реабилитации, она была рассмотрена специалистами, профессионалами, и она заняла такое третье место. И, конечно, в ней учитывается ситуация, что работают и психологи. И на данный момент в нашей организации есть два психолога. Это Тулеветрова Наталья, психолог, которая в прошлом, бывшая наркозависимая, прошла реабилитацию около пяти лет. Она работала старше потом женского реабилитационного центра. Параллельно она поступила в институт. И в этом году вот она получила диплом высшего образования и имеет право заниматься психологом. И есть психолог, привлеченный со стороны, который никогда не употреблял наркотики. Но мы тоже его привлекли, и она сейчас на волонтерских началах вот занимается с нашими девчатами и ребятами. Станислав, у нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а лечением алкоголиков вы тоже занимаетесь? И куда можно обратиться, если, так сказать, вы занимаетесь? Да, мы занимаемся. И если обратиться, вы запишите телефон 229-59-36, Владимир. И также можно обратиться, это Международная 7А, это Свято-Троицкий храм. Там у нас находится пункт ресоциализации, консультационный пункт. Станислав, ну, вы много действительно делаете совместно с Русской Православной Церковью. А бывали ли такие случаи, что к вам обращался человек иной конфессии? Ну, конечно, обращаются к нам люди, которые проходили реабилитацию, допустим, протестантских реабилитационных центров. И нам приходится оказывать им поддержку и помощь. И также были люди у нас, мусульмане, несколько человек, которые проходили реабилитацию и успешно сейчас бросили, завязали. Станислав, если человек к вам обратился, живущий в Ростове-на-Дону, где он находится весь период реабилитации? Отпускаете ли вы его домой? Или он должен всё время находиться в вашем центре реабилитационном? Какие у вас условия? Ну, смотрите, в большинстве случаев мы стараемся людей, именно, допустим, с города Ростова-на-Дону, отправлять или в Ставрополь, или в наши центры Каменводы, или в Сочи. А, то есть всё равно подальше от родной среды, привычной среды. От круга общения, потому что всё равно здесь, допустим, очень большие есть соблазны, или попросить у кого-то телефон и позвонить, допустим, когда на службе человек находится, или на каком-то мероприятии. И могут друзья поднести ему наркотики, или, допустим, он там вырвался, знает точки это всё, и может сорвать кого-то ещё из ребят. Поэтому мы стараемся 300, 400, 500 километров дома его, допустим, если он находится, ну, уже человек, не всякий наркоман поедет тратить деньги, наркотики, везти это всё, это как бы могут и привлечь к валу на ответственность, если, конечно, поймают там сотрудники ГИБДД в процессе дороги, передавания этого всего. И поэтому в этом тоже есть 50% успеха нашего дела. Станислав, ну, в последнее время многие бьют тревогу, говоря о том, что значительно помолодел алкоголизм. Скажите, а наркомания также помолодела? Помолодела, потому что вот сейчас, на данный момент, мы взяли одного человека, мы попробовали просто 1 сентября ему идти в школу, и ему 16 лет, мы его взяли на реабилитацию, и он курил такие называемые спайсы, курительные смеси. И вот он нам рассказывает очень интересные вещи, вот именно про Ростов-на-Дону, что с 12-11 лет уже сидят на этих спайсах, курительных смесях, и это прямо видно, вот на улице они накуриваются и ведут себя неадекватно, потому что там синтетический наркотик, в общем, он выдуман и придуман с какой-то химией, в общем, и у людей в многих во время процесса употребления с первого, второго раза, во-первых, привыкание, а во-вторых, в общем, помешательство. И бывает буйное помешательство, что люди упрыгивают и в окна, и вот даже я 161.ру приведу, недавно читал статью, это в Ростове ехал с Сибири поезд, и оттуда выпрыгнул прямо в окно, в общем, один из пассажиров, и его в наркодиспансер определили, он, слава богу, живой остался, вот представьте, покурив вот каких-то вот этих вот всяких препаратов, которые приходят к нам из-за границы. Это не наши умельцы придумывают, это всё идёт из-за границы. Я считаю, что это геноцид русского народа, российского народа происходит специально, и просто вот не любят почему-то наш народ и нас уничтожают. Просто Станислав, у нас одна минута остаётся в эфире, и давайте ещё и ещё раз ко всем нашим слушателям, к молодым, к их родителям, к бабушкам, к дедушкам обратимся. Не начинайте. Жизнь так прекрасна, она настолько разноцветна и разнообразна, что искусственно создавать себе какие-то удовольствия нет никакого смысла. Да, не стоит этого делать, и не только наркотики употреблять, не надо и спиртное пить, не надо пиво пить, не надо пить вот эти ягуары, коктейли. У меня знакомый батюшка есть, который сейчас вот работает на Северном кладбище и отпевает там людей, и говорит, что очень много молодых людей, именно вот которые погибли от этих коктейлей, ягуаров, и их отпевают, этих людей. Поэтому лучше не надо начинать, а занимайтесь спортом, получайте высшее образование, становитесь умными людьми. Вы и так умные, но получайте образование, потому что сейчас в нашем мире нужны люди с высшим образованием. И старайтесь, ходите в храм, молитесь Богу, и тогда в вашей жизни все будет хорошо. Я благодарю вас и напоминаю, в нашей студии был Станислав Горяйнов, руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков». В ваших интересах.